Для политзаключенного зачастую это последняя, скажем так, возможность протестовать против незаконных приговоров, против каких-то фактов оказания давления на него, пыток и так далее. Мы знаем, что советские диссиденты тоже прибегали к этому способу. И здесь, конечно же, необходимо вспомнить колодовку длительную Мустафы Джамилева еще в советской тюрьме. Я могу сказать так, что единственная возможность у политзаключенного посредством голодокки это, безусловно, попытка привлечь внимание к этой проблеме, попытка запустить те внешнеполитические механизмы, на которые Кремль еще как-то может реагировать. Потому что для всего остального российская система абсолютно нечувствительна и, по большому счету, никакого, скажем так, серьезного давления на российскую власть изнутри оказать невозможно. Поэтому это такой шаг отчаяния, жест отчаяния, к которому политзаключенные, в частности Павел Гриб, вынуждены пробегать в крайних мерах. Николай, скажите, пожалуйста, насколько, скажем, оправданы риски? То есть мы понимаем, что у политзаключенных, по сути, больше нет других механизмов показать свой протест, несогласие, кроме как объявить голодовку. Ну, вот в таком состоянии, когда человек и так болеет, может, все-таки как-то стоит отговорить, так как, на мой взгляд, все-таки сохранить жизнь важнее? Ну, что касается Павла, то, конечно, он очень нездоровый молодой человек. И я думаю, что когда ФСБ выкрадывало его, они не подозревали, что у него такие диагнозы, что у него действительно существует опасность для жизни. Но система не имеет обратного входа. Если она засосала человека, то дальше это только перебалывание в лагерную пыль. На мой взгляд, конечно же, необходимо попытаться убедить Павла прекратить эту голодовку, поскольку это единственный шанс ему выжить, попытаться пройти через вот эти вот круги ада на российских тюрем, потому что с его состоянием здоровья, конечно же, голодовка может означать, что он просто может погибнуть.